Ребят, всем привет, с вами Игнат, я сегодня с Федей. Сегодня ролик, посвященный зеленой энергетике, развитию электрозарядок в Крыму. Так как я стал довольно-таки часто ездить, ну не за рулем, а на пассажирском сидении, на Nissan Leaf. Много стало мне вопросов поступать по поводу Игната, насколько ее хватает, а где вы заряжаетесь. Но тут такая тема, что последний месяц, прям как грибы после дождя, стали появляться новые зарядки. И вы у меня на влоговом канале, во влогах, наверное, могли замечать, что в последнее время в каждом влоге тестим новую зарядку, тестим новую зарядку, пробуем новую зарядку там, пробуем в МРИ, пробуем еще где-то. И, в общем, сегодня в ролике мы тоже посмотрим, как идет строительство еще некоторых объектов, на некоторых объектах станции этих зарядных. Также расскажет Федор о машине Nissan Leaf, насколько ее хватает, сколько километров конкретно эта машина может проехать, где мы заряжаем, когда куда-то ездим. И, в общем, вы получите ответы на многие вопросы. Сразу же, ребят, пожалуйста, лайкните видос. Если смотрите без подписки, подпишитесь. Ну и мы начинаем. Всем привет! Для начала вот он, Федя, и вот они, эти станции. Что ты можешь рассказать о этих станциях? Ну, что можно о них рассказать? Станции быстрого ускоренного заряда, быстрого заряда, 80-киловаттная, оборудованная тремя портами, то есть по стандарту ЧДМО, ЧДМО, ЦЦС Комбо 2, европейский стандарт быстрой зарядки, и ТИП-2, это ускоренная зарядка до 22-киловатт переменным током, переменным напряжением. Тут на них можно заряжаться, ну, я имею в виду, если два лифа подъедет... Только один. А, только один? Только один. Или ускоренный и ускоренный. Ну, падать мощность будет, то два могут, да? Да, 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 да. Вот. Ну, в целом, в целом, это первая быстрая зарядка в городе Севастополе. В Крыму, конечно, все шло более ударными темпами. В Крыму первая зарядка появилась в 2015 году. Ее все ждали. Она была на тот момент. А после... Те, кто смотрят влоги. Тавриды. После запуска дороги Тавриды, автодороги, самогистрали вся Таврида была оборудована зарядными станциями на автозаправочных комплексах компании АТАН и ТЭС. Ну, на сегодняшний день, вот на сегодняшнее число, в Крыму запланировано до конца года запуск 28 станций быстрого, сверхбыстрого заряда. Станции 150-киловаттные. 22 станции из них будут расположены в Крыму, и уже они части расположены, и 6 в Севастополе. Значит, по Крыму уже реализованы, установлены и запущены в эксплуатацию станции в таких городах, как Судак, Щелкино, в районе всем известной, знаменитой, и так и не запущенной атомной крымской электростанции, которую Россия на сегодняшний день разбирает. Запущена зарядная станция в Зуе, их теперь уже в Зуе-2 на трассе Таврида. Также запущена станция в Ялте, в самой Ялте, в районе частной парковки, охраняемой под шлагбаумом, оборудованной кинотеатра «Спартак». Потом также запланирован запуск зарядных станций в Черноморском, Черноморское город, на севере-западе Крыма, Саке, Симферополь, три станции, Южнобережное шоссе, это Алушта, которая будет иметь уже три станции быстрого заряда, но третья, последняя на заправке Атан в черте города будет сверхбыстрая, это 150-киловаттная. Напоминаю, что все станции, которые до конца года 28 устанавливают, они сверхбыстрого заряда, по американскому и европейскому циклу, это сверхбыстрые зарядные станции, не менее 150-киловатт, по программе развития электромобильного транспорта и подключаемого транспорта, которая утверждена премьер-министром Российской Федерации 8 августа 2021 года, был старт зеленой техники Дан Мишустиным, который с успехом на сегодняшний день реализуется и развивается, вопреки всем и вся происходящим в мире, и невзирая ни на что, проект живет, проект развивается. Мы уже на Атане, Атан это первая Ялтинская, как говорит Федор, первая Ялтинская станция, что вы нам скажете по этому поводу? Ну, на сегодняшний день по программе развития решили модернизировать существующую станцию, которая как бы работает с июля месяца 2022 года, на сверхскоростную 150-киловаттную, залили ей фундамент уже под новую основу, вы его можете видеть, покажи, фундамент под новую станцию существующая, будет демонтирована, будет же она тут мощнее, да? Да, будет 150-киловаттная, сейчас 30-киловаттная по ЧДМО и 60 ЦЦС, а будет 150-киловатт ЦЦС, китайский разъем GBT и ЧДМО 60, так как пока что машин по ЧДМО более 60-киловатт, которые могут принимать, просто не существует. Ну и, соответственно, порты разъемов ТИФ-1 и ТИФ-2 уйдут в прошлое, их на новой станции не будет. Размеры основы вы можете сами видеть, насколько будет значительно большой, огромный шкаф. Но на самом деле это, ребят, не Ялта, это Никита, но и в самой Ялте сейчас тоже появилась. В самой Ялте такая же аналогичная станция, но она 80-киловаттная, с тремя портами GBT для китайских автомобилей, которые по требованию российского Минфронторга и по программе развития ЧДМО и ЦЦС Комбо-2. Все они 80-киловатт. Каждый разъем поддерживает заряды автомобиля. Расположен он на парковке кинотеатра «Сатурн» в городе Ялта. Я вставлю кадры с той станции, вы посмотрите. Ну, чтобы вам было понятно, еще раз покажу, вот она там, огромная заправка, и тут... Мойка здесь, он робот-мойка. А вот она, южнобережное шоссе. Мы сейчас едем с Федей тестировать новую розетку, про которую я вам говорил. Все, ребят, мы в Ялте. Как красиво здание это смотрится. Что там наверху интересно? И, по идее, там за этим зданием нам налево надо будет, и мы будем... Через 100 метров поверните налево, во двор. Да, прямо. Я уже, ребята, сбегал. Это, как это, доступная среда, как найти розетку в Ялте, называется. Да, здесь народа много. В общем, надо ехать прям сюда, за кинотеатр, прям за этот дом быта, и тут шлагбаум. Я вот только не могу понять, шлагбаум это... Типа там супер платная парковка, и получается, Феде, за шлагбаумом сразу налево надо будет. Вот сделали, господи, прости. Я вот только не понимаю, нахрена нам талончик, если мы заряжаться будем? И вот она, ребята. Аллилуйя. Ну, я говорю, что это вообще супер неудобно здесь. Здесь вечером, надо позже. И как это будет происходить? Типа ты зарядился, и еще и за парковку должен заплатить, что ли? Ничего не понятно. Ну, вот она, ребята, это новая станция. Прикольное решение, что они зафигачили прям на мощностях, на подстанции. И... Вот Федя сейчас возьмет и зафигачит. Из неудобного Федя он сейчас в чате спрашивает, по поводу... Это типа надо и за парковку платить, и за зарядку платить? Или тех, кто заряжается, здесь типа бесплатная парковка? Выясняем. Сколько стоит здесь парковка? Нулевые. Ну, и вот так вот вставляется. Все, пошла зарядка. На 80 кВт я уже стал разбираться, а лифт берет 50 кВт максимум. Так что я уже разбираюсь, малеха. Тут вот, ребята, нашли оплату парковки. Добро пожаловать. А, вот оплата парковки. Нам-то зачем парковку оплачивать? Короче, мы так думаем, что вот 100 рублей в час парковка здесь, еще плюс зарядка. Не очень выгодное мероприятие. Во-первых, сюда геморно добраться, а во-вторых, еще плюс 100 рублей. Такое. У нас все, ребят, машина зарядилась. Сейчас без 10 еще. В принципе, 10 минут можно потупить. Покурить, да. Короче, хорошая зарядка. Федя говорит, Китай для китайских машин, которые сейчас пошли. Вот китайский разъем GBT скоростной. Отличие от японского. Вот оно. Вот это Япония, а это Китай. Белый Китай, черный Япония. Ой, что-то вода из него капает. Это нормально. Короче, ребята, вот такая, ну вот то, что на парковке платная, небольшой осадочек. Что с другой стороны? Кто попал, они заедут. На это место? Да. В Севастополе, в частности, если за чертой города, в районе смотровой площадки Ласпи, залит уже фундамент, выведен кабель. Станцию пока еще не установили, но фундамент схватывается, ждут, ожидают схватывания бетона. Ребят, мы на Ласпинском перевале. Вот они все эти кафешки. И это, пожалуй, самый долгожданный ящик, который ждут все въезд на южный берег Крыма. И тут появился он. Это так круто! И еще из нововведений, посмотрите, здесь впереди ставят цивильную кафешку. Пока что он и гранатовый сон дойдет елками. Да, пока что непонятно что, но вот что-то такое, может быть, будет какая-нибудь кофейня, имею в виду. Не знаю. Ну, в общем, короче. Факт в том, что мы еще месяц назад думали, блин, ну хотя бы в Ялте поставили, и вот уже на Ласпинском перевале это какое-то волшебство. Ну и чем, опять же, удобна зарядная инфраструктура? В том, что бензиновые комплексы, заправочные станции, их везде не поставишь. То есть вблизи парков, скверов, густонаселенных жилых районов, так как это экология, школы, детские сады, безусловно, тоже не должно быть. А зарядную станцию можно поставить, собственно говоря, везде. Весь вопрос замыкается только в то, что необходимо подведение мощностей. Ну, в принципе, если есть финансовые вклады, то это, в принципе, реализуется, можно, в принципе, реализовать. С заправочными комплексами нефтяными это несколько сложнее. Я уже не говорю про газовую инфраструктуру. Вот. Ну, будем считать, что все развивается. На сегодняшний день также реализовано, полностью введено в эксплуатацию электрошоссе Москва-Сочи. То есть из Москвы в Сочи через Ростов-Краснодар и до этих городов существует зарядная инфраструктура с шагом в 150-200 километров оборудована станциями быстрой зарядки не менее 80 киловатт от компании Электрокарс Грин Драйв. Ранее, тремя годами было запущено электрошоссе М11. Это трасса Петербург-Москва. Ну, и в прошлом году, в 21-м году, было анонсировано весной запуск электрошоссе Москва-Сочи-Адлер. Это трасса М4 через Новороссийск, Анапу, Краснодар, Ростов-на-Дону и так далее. То есть, вся она на сегодня там можно ездить на электромобиле. Также Москва-Казань также дооборудовывается до конца года, в полной мере будет запущена. То есть, инфраструктура развивается и, естественно, конечно, с электромобилем вы... Я не хочу прямо так хвалить и все, но, безусловно, электромобиль это будущее. То, что он не столь требователен, как бензиновая машина. Здесь нету свечей, ремней, поршней, набора разного количества масел и так далее. Здесь только масло в редукторе несчастное полтора литра уж можно поменять трансмиссионного. Воздушный фильтр, тормозная жидкость и антифриз вы замените максимум не ранее, чем через 160 тысяч пробега автомобиля. Напомню, что у меня мой автомобиль с 16 года это АЗА американец, не европейский, не японец, не с правым рулем, а с левым рулем. Чистый американец, пригнанный из Миннеаполиса, купленный на аукционе Манхейм целых автомобилей, не биток, с живой батареей, у него остаточная емкость 30 киловатт полной мощности емкости батареи оставалось 93%, или это 27 киловатт. На сегодняшний день у меня осталось уже не 27, а 23 киловатта, потому что машина у меня приобреталась на 40 тысячах, и несмотря на свои 40 тысяч пробега, когда она бралась, машина была в идеальнейшем состоянии, как с автосалона. На сегодняшний день у машины 116 тысяч пробега, машина чувствует себя прекрасно, полет нормальный, и тормозные колодки, которые заводские, как и все на этом автомобиле, полностью заводской, ничего не менялось, и все в первоклассном состоянии, отходовки тормозной системы, и амортизаторы, все это вместе, все в идеальнейшем состоянии, заменено тормозные накладки, колодки, но опять же, у них был износ только 40, 60 вернее процентов, 40 процентов оставалось, это на 116 тысячах, то есть можно было побегать, но я решил уже заменить, и не мучиться, фильтр, да, я менялся, лунный, каждый год меняя, масло меняется, раз 56 тысяч пробега, трансмиссионная, полтора литра, Nissan Matic S или его аналоги, но лучше, конечно, оригинальным Matic S, вот, а самое главное, самое главное, коль уж начал ты рассказывать, самый главный вопрос, который у всех возникает, насколько, сколько, мне, по-своему, меня писали, сколько, сколько запас схода на данном автомобиле, ну, хоть из города выехать сможет, из города выезжали, этот автомобиль видел, помимо всех, практически всех крымских дорог и трасс, он выезжал за пределы Крыма, он был в Новороссийске, в Анапе, он был в Туапсе, он был в Геленджике, был в Сочи, в Адлере, был на Красной Поляне, в Краснодар, да, мы на нем не ездили, и в Ростов-на-Дону, до Москвы тоже, мы на нем не выезжали, но это на сегодняшний день все реально, и с этим автомобиль прекрасно справится, потому что, конечно, больше четырех часов вы за рулем, но от силы, если уже в здравом состоянии вы находиться не сможете, а четыре часа движения до полного разряда вы сможете проехать между городами до следующей зарядной инфраструктуры. Ребята, мы приехали в Алуж, что тут та самая первая зарядка, о которой говорил Федя, сейчас он нам расскажет о ней. Перед вами самая первая скоростная станция заряда электромобилей, которая имеет три порта, два из которых быстрого заряда и один ускоренного, 22 киловатта по переменному току 22 киловатта ТИП-2 европейский стандарт а также разъемы ЦЦС средний и ЧДМа, которым заряжается Ниссан Ли. Сейчас происходит зарядка электромобиля. Заряд занимает порядка 30 минут от почти полного разряда от 15 процентов до 100 на мощности 50 киловатт в час. Данная зарядная станция была самой первой в Крыму. Она открылась в 2016 году после возведения перед вами комплекса море Резотт НСПА, владельцем которого являлся товарищ Лебедев, бывший министр обороны Украины при Януковиче. Также его пансионат есть в Севастополе. В данном случае данную зарядную станцию поставил товарищ Лебедев и также оборудовал по набережной станции ускоренного заряда вот тоже перед вами их здесь на набережной 6 помимо данной скоростной но суть сюжета в том что это самая первая скоростная станция во всем Крыму. В свое время это был большой сдвиг роскоши и со всего Крыма владельцы электромобилей приезжали сюда в Алушту и заряжались здесь на набережной. Более того что хочу отметить что с 16 года на протяжении трех лет Лебедев данную зарядную станцию предоставлял абсолютно бесплатно то есть любой мог приехать и зарядить свой автомобиль абсолютно совершенно действительно бесплатно то есть за киловатт часы независимо от емкости батареи сколько киловатт вплоть даже Тесла 110 сама перформанс могла зарядиться совершенно бесплатно на данные зарядные станции вот ну на сегодняшний день в Крыму зарядных станций быстрого скоростного типа уже 29 станций и большое подавляющее количество оставшихся это станции ускоренного заряда то есть до 22 киловатт по переменному напряжению но конечно для толчка в развитии электромобильной инфраструктуры в Крыму является станция быстрого заряда это самая первая итальянского производства ФСС Италия была запущена в 16 году потом после открытия аэропорта Крымская волна в городе Симферополь была поставлена аналогичная зарядная станция тоже итальянская один в один с этой подведены соответствующие мощности 80 киловатт и станция ускоренного заряда аналогичная которая находится рядом все это в Крымском аэропорту названием Крымская волна имени Айвазовского но в общей сложности запас этого электромобиля с нынешней остаточной емкостью которая равна 23 киловатт часа это 200 километров летом или 180 зимой то есть значительно меньше зимой потому что отопление мы не забываем оно здесь электрическое климатическое здесь система здесь не просто колорифер стоит электрическая печь здесь тепловой насос у климатической системы которые значительно экономят электроэнергию также есть 6 киловатт отопитель который буквально за 10 секунд прогревает салон от минусовой температуры и создает комфортные условия молниеносно того чего вы не достигнете с машиной с двигателем внутреннего сгорания вот и самое главное то что вы включили машину вы сели и поехали вы не ждете когда она прогреется или что-либо и конечно комфортные плавности езды без рывков без дерганий без проключений без безо всего спокойно плавно монотонно приятное бесшумное движение приравненное классу бизнес классу всех автомобилей которые имеют двигатель внутреннего сгорания машина в буквальном смысле ну будем говорить что летит по воздуху единственный момент что вы слышите ветер за окном если он довольно таки сильный и если у вас довольно шумная резина все остальные вещи вы не слышите двигатель вообще бесшумный то есть наслаждаетесь комфортом тишиной плавностью хода рывков без вибрации я уже не говорю о неприятном запахе в салоне масел бензина там газа и так далее этого просто в априори нету едешь получаешь наслаждаешься удовольствием даже как-то несколько непривычно после у меня был автомобиль у меня есть раф 4 но сравнивая раф 4 шевроле авиа давняя раф у меня остался а шевроле авиа я продал и взял себе nissan live первого поколения шестнадцатого года азе который стал самым флагманом он является мировым признанным автомобилем напомню еще больше час времени ты владеешь и этим автомобилем да я хочу сказать что владею большую степень я ранее собственника у него на территории российской федерации не было этот автомобиль увидел российские дороги и отечественные дороги наши страны снг в частности в данном случае россии только при мне ранее 40 тысяч он отбегал по америке и то перевозил буквально короткое расстояние из информации которую предоставил автомобиль пути следования историю и движение этого автомобиля буквально в 15-10 километров от места до места и возили в нем собачку ребят все Федя заехал мы едем в маршрут построен одни из первых будем ее тестить я рассказал что это быстрая но не очень быстрая которая за 3 часа да заряжает да ускоренная а это ускоренная называется нашли ребятам эту парковку с зарядками 1 2 3 4 5 столбиков короче тут не без костылей можно вот со своим хабелем розетка 2 есть переходник переходником об и все все пошла пошла а еще вот такая фигня есть дополнительная штука чтобы никто не дернул защита вот такая вот конструкция короче получилась видите карман закрытый через переходник ну или же он как федя сказал здесь со своим шнуром покажи где розетка а да вот со своим шнуром или шнур вот есть но он тип 2 но вот не тип 2 они могут свой шнур в тип 2 переходник вот так ребят ребят самое главное не сказали оказывается тут в море они еще и бесплатные зарядки представляете какая красота в Москве Федя говорит есть энергия Москвы бесплатные компания бесплатные где подъезжаешь и заряжаешься вообще невыданная щедрость а у нас Мария одно важное но для всех людей которые если вдруг подумают приобрести себе электромобиль не бойтесь покупать бывшего употребления электромобиль запомните одну важную вещь в электромобиле не важно количество тысяч километров пробега в автомобиле в электроэтической машине важен запас хода это емкость или так называемый сох показатель сох на английском языке или он же self of health то есть жизненный цикл батарея остаточная его емкость процента то есть чем он выше тем он лучше и можно в принципе на сегодняшний день вот вот на сегодняшний день приобрести автомобиль шикарнейшем состоянии но с потрясающей максимальной комплектации тот же nissan live но при этом с убитой батареи перепаковать батарею это в принципе не проблема в крыму и в севастополе занимается всем известный наш товарищ который этим занимается профессионально и уже машин через него прошло более 400 машин разных машин включая бмв 3 и шевроле вольт подзаряжаемый плагин гибрид вот руслан вот я тебя еще перебил ты говорил что стоимость не тесла сама сама рулит да что именно лифт задал показателем и закалку развитию электромобильного транспорта является конечно nissan лифт не тесла является самой сильной а именно nissan лифт дал старт развитию электромобильного транспорта и как надежнейшего машины во всем мире он и по сегодня остается самым зарекомендовавшим себя как автомобиль крайне надежный который не боится плохих дорог которые выносят низкие температуры вплоть до северного полюса и мурманска до минус 45 прекрасно себя чувствуют батарея оборудована системой подогрева единственный момент что у нее нету у nissan лифт нету охлаждения батареи да этого вот у него нету и в последней версии которая пошла с 18 года это зе один в нем тоже нету охлаждения батареи но в принципе если вы не собираетесь сдавать мотокросс на скоростных магистралях и ездить со скоростями 150 километров в час с максимальным ускорением то этот автомобиль шикарно подойдет для спокойной езды как по городу в первую очередь так и по трассе и запас хода этого автомобиля 40 киловатт батареи вы можете прекрасно этот автомобиль пройдет у вас порядка 300 350 километров в рваном стиле движения если это будет спокойно вы 400 с лишним проедете или же перепаковавшись на 62 киловатта батарея но все зависит от вашего бюджета это все реально но по крыму тариф такой что если батарейку приобретать перепаковывать вот ниссан лиф то 40 киловатт новой батареи стоит 550 тысяч рублей вот но вы заплатите эти деньги и 12 лет вас автомобиль будет возить и вы ни о чем думать не будете будете менять только раз в год фильтр салонный и масло трансмиссионное раз 54 тысячи все об остальных расходах вы забудете ребят еще один новый атанчик это атан на проспект проспект победы называется я вам сейчас его покажу мы просто вы не подумайте что мы там заряжаемся везде мы просто тестим наше партзадание от фединого знакомого протестить на себе потому что он их настраивает протестить на себе все работает нет вот поэтому а этот атан ребят многоуровневый у него вот тут уровень и видите он там зеленый заборчик а там еще нервный уровень вы поняли где вот здесь екатерининская арка которая с екатерининских времен на короче вон там едешь огромная арка над дорогой чтобы вы поняли вот нижний уровень я даже не знаю видно ли его будет нет но нижний уровень в общем ребят вон там что мы скажем по поводу вот этого это тоже хорошее быстрое но что-то она сейчас не запустилась вот как раз Федя и выяснил причину что тут не так с ней если вы будете большую часть времени в черте города заряжать свой автомобиль в домашних условиях от обычной розетки 220 вольт по тарифу опять же за киловатт для населения это 425 или же в Севастополе действует особый спектр как говорится цен если вы являетесь владельцем одного электромобиля вы пишете заявление вам установят тариф в 2 рубля 75 копеек за киловатт так как у вас особый автомобиль вам будет тариф по сути в 2 раза ниже действующего тогда этот автомобиль вам обойдется вообще в копейку езда будет на нем ездить так условно говоря 100 километров на сегодняшний день на этом автомобиле мне обходится грубо говоря в 30 рублей то есть это ни о чем не говорит и дорога если съездить из Севастополя в Симферополе и обратно мне цена обходится буквально в 72 рубля поэтому выводы можно сделать да Федя но самое главное что ты мне рассказывал почему вы все здесь в очереди выстраивались за неимением других станций по поводу особенностей батареи но особенностью батареи Nissan Leaf является то что для замедления деградации аккумуляторного блока данного автомобиля именно Nissan Leaf независимо от поколения от первого ZE0 а ZEO средний и последняя их версия наступившая и выпускающаяся по сегодняшнее время ZE1 Nissan Leaf это является то что необходимо прогрев аккумуляторной батареи автомобиля при понижении температуры окружающей среды то есть как бы автомобиль имеет свой собственный подогрев который включится при понижении температуры ниже минус 10 градусов но при температуре выше минус 10 и около нуля и до минус 10 градусов требуется своеобразный толчок для поддержания химического процесса батареи ей необходима быстрая зарядка на высоких токах за счет высокого тока все мы знаем по химии что происходит химический процесс и батарея нагревается это скажем так замедляет значительной мере деградацию данного данной батареи чтобы у вас голова не болела за состояние автомобиля тот который может поломаться сервисы и так далее возьмите электромобиль и у вас голова не будет болеть если у вас допустим там встанет максимум что вам надо это зарядить свой автомобиль и все он у вас будет возить радовать и естественно первенство это конечно не садлив как доступный автомобиль новый вы его конечно не приобретете не закажете не он просто-напросто не поставляется на территорию Российской Федерации но машину если это машина с рук машина очень достойная машина не капризная машина очень зарекомендовавшая себя как крайне надежный автомобиль он практически в большей мере не ломается даже я скажу в 99% с ним нету никаких проблем единственное да момент это батарея которую если вы хотите чтобы ваша машина проезжала больше езды абсолютно новую батарею на 12 лет который срок службы порядка займет это будет еще с доплатой 550 тысяч при перепаковке а так это за 40 киловатт если больше то соответственно оно будет расти больше а так вы будете получать удовольствие от данного автомобиля ребят еще одну офигенную историю мне я рассказал о фарах это казалось бы да такая конструктивная часть у лифа но как оказывается все это не просто так японцы рассчитывали расскажи пожалуйста ну что касается выступающих фар специфических как некоторые называют кучеглазами фарами узнается то что фары такой формы были сделаны неспроста японцами у них есть определенная первую очередь чисто декоративно они в полной мере при взгляде на них показывают форму листа ну собственно говоря лифт переводится как лист ну и второй момент у них есть ребра которые призваны разводить воздушные потоки массы облегчая воздушное сопротивление и уводить от потоки воздушных масс от выступающих зеркал на корпусе данного автомобиля сопротивление воздуху у данного автомобиля чуть выше машины тесла которая составляет 2,8 0,2 и 8 против 0,2 и 6 которые у тесла и форма бачкообразная тоже призвана для того чтобы облегчить сопротивление качению воздушных масс тречных воздушных масс и днище машины сделано тоже таким образом чтобы как в аэродинамики у самолета воздушные массы снизу проходили заметно медленнее нежели сверху ну и напомню еще так же что Россия начала собирать свои автомобили под торговой маркой эволют это российская сборка правда китайского автопрома но всем известного Дунфен который себя тоже достойно зарекомендовал это китайские автомобили но под торговой маркой в России эволют у них есть на сегодняшний день айпро автомобили это седан электрический но с полным электропакетом и кроссовер айджой он же есть сейчас также начнется введут производство с нового года это будет кроссовер москвич 3 или аналог бензинового его собрата и еще также вое фри привозится официально на территорию России ввозится он лицензирован и так далее по спецзаказу и также еще есть Тига и ВИПРО 7 или как он там не помню тоже электрические есть Тига и ПРО 7 ПРО а есть электрический его аналог вот то есть и разнообразие конечно электромобилей на сегодняшний день очень большое в частности да оно идет больше китайская потому что Китай является мировым лидером лидером в данных технологиях это торговые марки как БИД и ВОЯ ВОЯ ФРИ всем известно но это уже премиум бизнес класс кроссоверы идут внедорожники даже SUV больше и с пневмоподвеской и так далее также есть Zikor это совместное производство Вольво с Джили это Zikor их знаменитый флагман который утирает нос всем европейским и американским лучшим автомобилям включая Тесла это Zikor 001 кроссовер субкроссовер у которого клиренс 23 до 23 просвет и минимальный это 11 на пневмоподвеске вот ну то есть мир движется вперед новый стиль задан новое движение и в большей степени конечно при людям которые присматриваются гибридом то есть машинам которые на бензине ездят и на электричестве или так называемым подзаряжаемым гибридом то есть которые могут можно подзарядить в обычных условиях обычной розеткой все равно это несколько не то потому что вы опять не уходите ни от свечения ни от бензина и всех прочих прелестей машин на нефтепродуктах все те же самые причуды только будет да электродвигатель для незначительно большого пробега это в порядка 40-60 километров по городу все остальное это будет бензин и все те же самые боли и так далее конечно электромобиль это сказка это будущее которое уже сегодня наступило которое активно развивает для него инфраструктуру потому что все прекрасно понимают чтобы был спрос на электромобили нужна инфраструктура а инфраструктура не может появиться без обилия электромобилей в российской федерации на сегодняшний день уже электромобили по автостату как они заявляют на ноябрь 2022 года составил более чем три с лишним миллиона автомобилей в россии достигает порядка четырех миллионов но все это понятно капля в море против бензиновых машин но опять же не стоит забывать будет спрос будет и предложение а развитие инфраструктуры идет ударными темпами в первую очередь да конечно это основные города поселки сильно не перекрывается потому что изначально подразумевается что там автомобиль вообще воприори не нужен а для развитых городов и центров безусловно это электромобиль который может прекрасно я говорю двигаться как от петербурга даже в мурманске и на чукотке есть электромобили в российской федерации есть зарядные станции даже чукотки вы можете доехать до питера из питера до москвы а из москвы в те же сочи или в крым краснодарский край и в казахстан и дальше на восток есть инфраструктура единственное да это вот абхазия абхазия она без инфраструктуры то есть дадлера вы доехали и все в абхазии инфраструктуры нет но абхазия это другое дело мы все это прекрасно понимаем а так все есть и в беларусь и тому тому подобные по странам снг напомним еще так же опять в очередной раз что до конца года будет запущено 22 зарядные станции скоростной по крыму в каждом населенном пункте в большом крупном это Сентерополь Джанкой Черноморская и в Матуре уже есть но там мощнее скоростную поставят сверхскоростную 150 кВт станции Керчь уже есть то есть Крым развивается Крым будет полностью электрофицирован на этом автомобиле в любой уголок Крыма не слушая работу двигателя и не посещая вонючие заправки с бензином это конечно долгожданное событие Игнат я не знаю вставит ролик когда не выйти или нет о том что есть социальный ролик российский о том когда электромашина сказки стало были первой лифт ты говорил по-моему представили в десятом году да первый Nissan Leaf это был ZE0 был представлен в 2010 году 0 это ребята я уже разбираюсь выхлопом 0 да и его первая модификация которая претерпела изменения в 15 году учлись много там требований и так далее и компоновки немного расположения модуль зарядный перенесли подкапотное пространство из багажника хотя оно все смотрело стильно элегантно и так далее но часть объема багажника оно съедало из 420 литров было доступно только 350 или 370 если я не ошибаюсь но после того как его перенесли в подкапотное пространство поставили тепловой насос так как у него раньше было жидкостное охлаждение и оно было энергозатратным вот антифризом охлаждался и тенами уже с 15 года пошла машина в том же самом кузове но уже модель Nissan Leaf уже не Z0 а Azeo Azeo у него был тепловой насос переоборудована да и все 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 вот эти прелести подогрев батареи и прочие прочие роскоши ну а машина Z0 с 18 года понятно что Azeo выпускался до 18 года Azeo 1 пошел с 18 года он уже внешне не уже не такой обтекаемой формы особенной он более строгий более более выразить более несколько дерзко выразительный внешне его можно спутать с обычным автомобилем в нем практически не осталось ничего напоминающего особенного что это электромобиль только щельдики Zero Emission всем известная надпись на всех Ниссанах это Zero Emission нулевой выхлоп нулевая эмиссия Zero 0 Emission выхлоп эмиссии 0 то есть полностью экологичный автомобиль ну и также есть у Ниссана это Ниссан Силфи это тоже электромобиль тот же Ниссан Лифт только в кузове седан но в Российской Федерации их нет они в основном в Украине и в Европе были а Ниссан Лифт пользуется большой популярностью в странах СНГ включаю ребята в общем ревизию провели про все рассказали как вам ролик ждем вас в комментариях также ждем лайки подписки пишите Феде вопросы какие Федя будет отвечать на сегодня все с вами был Игнат я был с Федей пока